Такая же серия в это же время. Calves and Bulls were pushing and kicking, but would the Rockets show any fight on the brink of elimination? Come up with this tonight in tonight's game. Capella with the nice rolls. And in a special green room confidential, find out which NBA player Eva Longoria called a unicorn. Cassidy Hubbard alongside Chauncey Phillips. Всем привет, добро пожаловать. Это NBA Tonight на Viasat Sport. У нас сегодня в гостях Chauncey Phillips, а под трибуной помещения сидит Eva Longoria, которая будет рассказывать, видимо, обо всех игроках NBA, которых не зовут Тони Паркер. Сразу два наиважнейших матча в главонациональной баскетбольной ассоциации сегодняшней ночью. Клиперс пытаются закрыть серию против Rockets на выезде. Они выиграли, соответственно, предыдущие две баталии у себя дома и чувствуют себя отлично, играют гораздо лучше, чем играют соперники, и, соответственно, у них здоровый Криспл. Однако у себя дома Rockets очень не хотели заканчивать этот баскетбольный сезон и очень здорово защищались. Поначалу в первой четверти позволили сопернику набрать всего лишь только 22 очка, и Дуайт Ховард смотрелся главным на паркете монстром как в атаке, так и в обороне. В итоге дал своей команде 20 очков, 15 подборов и 2 блокшота. Rockets ведут после первой четверти, в общем-то, неплохие 5, а потом увеличивают до неплохих 15. Интересный конфликт такой между Дуайтом Ховардом и Гленом Дэвисом. Огромный Дэвис пытается Ховарда удержать, и, в общем-то, только вот таким вот образом ему это сделать удается. Ну, здесь ни технических, ни не спортивных вручную не было. У Дуайта потрясающая первая четверть, 9 очков, 8 подборов за первые 12 минут. Клин Капелла взлетает над чужим кольцом, очень яркий, любящий забивать сверху талантливый, высокий парень. Со скамейки он набрал 8 очков у Rockets, дал своей команде 2 подбора, 2 передачи. Rockets ведут уже 13. Джеймс Харден красиво обыгрывает Джей Джей Рэддика, попадает со средней. У Харна сегодня трипл-дабл. 26 очков, один из подборов, 10 передач. Третья четверть, плюс 17. Rockets. Тревор Ариза. У него сегодня очень достойный матч. Вот этого не хватало совершенно Rockets в предыдущих баталиях, в поражениях. У Ариза сегодня 22 очка, он забил 4 из 6 из-за дуги. Играл, в общем-то, здорово. Сегодня также Джош Смит, который вышел в стартовом составе, набрал 9 очков, сделал 4 передачи. И в итоге Rockets вели больше двадцатки. Естественно, немножко соперники приблизились, но все равно удержали свою победу без особых проблем. Хозяева паркета, вот это Остин Риверс, очередное чудо пытался сотворить под чужим кольцом, помог ему в этом Спенсер Хоббс. Но вот неприятность, то, что получил небольшое повреждение Остин. Парень, конечно, молодой, до следующего матча будет еще некоторое время. Соответственно, шестая баталья состоится послезавтра, и Риверс, который продолжил выступление, он явно боли никакой уже чувствовать не будет через это время. Rockets одержали победу с разницей в 21 очко. Они еще в серии сделали 3-2, а следующий матч в Лос-Анджелесе, где серия по логике должна завершаться, что бывает, в общем-то, в большинстве случаев в истории НБА. Но все-таки было несколько случаев в истории НБА, когда команда, уступавшая 1-3, отыгралась, тем более, что команда Хьюстона номинально была фаворитом этой серии. Она имела преимущество в своей площадке в самом начале. Ну и для Rockets приятный момент, если они выиграют шестой матч, седьмой будет проходить на их домашней территории. У Клиппер сегодня Блейк Гриффин и Крис Пол сыграли в свою силу, набрали в сумме 52 очка, и Пол сделал 10 передач, Гриффин сделал 16 подборов. В общем-то, неплохо смотрелся и Деандро Джордан, который, правда, смазал 9 штрафных. Ну и, соответственно, Клиппер в первую очередь слабо сыграли в защите, пропустив 124. Мы должны играть именно вот так, отмечает Кевин Маккел, наставник Rockets. Мы должны быть крайне энергичны, мы должны быть очень агрессивны на подборах, мы должны быть эмоциональны. И вот сегодня Дуайт Ховард провел потрясающий матч. Он был монстром чужого счета. 20 плюс 15 у него дабл-дабл. Несколько хороших передач сделал Джош Смит. Опять же, полезно сыграла сегодня скамейка. То есть, вот так нам нужно играть, чтобы выигрывать в баскетболе. Интересный момент, когда не было Деандро Джордана на паркете, как проходила баталия между этими командами. Rockets выиграли этот рывок с разницей в 21 очко. То есть, Клипперс и не забивали, и все абсолютно пропускали, особенно пропускали из трехсекундной зоны. Джордан полезен. И вполне возможно, ему вручат после этого сезона Клипперс максимальный контракт, что, в общем-то, многие не будут приветствовать, естественно. Девайт Хауэрд, как мы говорили, был очень-очень агрессивным в игре. И другие ребята, Тревор Риза. Тревор Риза был очень-очень. Смотри, они идут вверх и вверх. Есть один человек, который заходил в Клипперс. Чонзи Биллапс говорит, что Rockets не могут выиграть усилиями одного только лишь Джеймса Хардена, одного из лучших игроков этого сезона. Они должны выигрывать всем составом. Для этого должны здорово играть и Джош Смит, и Тревор Риза. И со скамейки должны здорово уходить Кори Брюер, Пабло Приджионе. Теперь уже Терренс Джонс. Возникло ощущение, говорит Чонзи Биллап, что после поражений в двух матчах в Лос-Анджелесе у Rockets нет вообще никаких шансов. Они готовы заканчивать сезон. Однако сегодняшний матч показывает, что нет. У этой команды действительно есть очень высокий уровень индивидуального таланта и что она просто никак не может его соединить в баскетбольном матче. Вот сегодня удалось. White Howard pump fake as many times as I've seen him pump fake in this series. Деандре is changing shots. If he's not changing them, he's blocking shots. So anybody who thinks that just Chris Paul and Blake Griffin are the most important players on this team, look at what happened tonight with Deandre on the bench. They controlled the paint. They scored 64 points in the paint and they just had it their way with Deandre sitting out. Ну и также Чонзи Биллап соотмещает, каким важным игроком является для Клипперс Деандре Джордан. Естественно, Блэй Гриффин и Крис Пул это люди определяющие, но Джордан это третий самый важный игрок команды и посмотрите, что сегодня сотворили опять же Rockets, особенно когда не было Deandre, они в итоге набрали 64 очка из краски. И, соответственно, Сегодня соперник действительно сыграл очень здорово, то есть дело даже не в нападении больше, а в защите. То, что Рокет сегодня были очень энергичны, и они сделали все, чтобы у Клиперс не было никакого комфорта при игре как раз на чужой половине паркета. Ну и Крис Пол также сказал, что, в общем-то, он пока не видит каких-то явных причин такого провала. Придется посмотреть, опять же, по сути, документальный фильм, посвященный сегодняшнему матчу, чтобы выяснить, что же действительно пошло не так. Крис Пол также говорит, что вот еще пару дней назад у Клиперс была отличная ситуация с этой серией, то есть они вели с запасом, они вели уверенность. А теперь, соответственно, у них нет такой возможности, опять же, там расслабиться и спокойно закрыть серию. То есть им необходимо закрывать серию в Лос-Анджелесе, иначе седьмой матч пройдет, соответственно, в любом случае, пройдет в Хьюстоне. Но, опять же, если Клиперс не соберутся, не выиграют у себя дома, то это седьмой матч состоится, и там уже, естественно, фаворитами будут сами Рокет, которые попытаются с 1-3 сделать 4-3 в свою пользу. После паузы о матче, который мы с вами смотрели, пятый матч серии «Чикаго-Кливленд». Состояние Леброна Джеймса после предыдущего матча с Чикаго было не то чтобы под вопросом, но вызывало некие опасения, потому что он немножко подвернул голеностоп. Вообще, у «Кливленда» похоже, что все травмированы, кроме Тимофея Мозгова, то есть нет Кевина Лава, травмирован в карьере. Теперь еще и у Леброна Джеймса тоже со здоровьем не все в порядке. Но команда Леброна сегодня в первой плене была очень агрессивна, особенно вот Джеймс, который сам набрал 24 очка и при этом сделал всего лишь одну результативную передачу. Хотя да, он в итоге принял участие в 50% очков команды. Третья четверть, здесь разница всего лишь только 2 очка, Кайри пытается не потерять, и вот такую делает интересную передачу. Смотрим на Деррика Роуза, ему некомфортно, у него болит кисть. Леброн Джеймс тяжелейший бросок в итоге совершает, там Чикаго успевает взять тайм-аут. И у Деррика Роуза сегодняшний матч, несмотря на то, что он остался играть, получился не самым хорошим. Вот такой вот интересный момент с участием Леброна Джеймса, который касался кольца в этот момент и все равно сумел оформить блокшот. Такой запас у него в прыжке был. Джеймс тяжелейший бросок оформляет, 2 плюс 1 забивает. Третий четверть его команда проигрывает, но она ведет все равно перестартом. Четвертый, очень тяжелая баталия. Кэпс приходится очень непросто. У Леброна сегодня 24 броска, он давно уже так много не атаковал. У него уникальный, конечно, матч. Он набрал 38, сделал 6 передач и ни одной потери. Четвертая четверть, конфликт Мэтью Делавидовы и Таджа Гибсона. Очень жестко Тадж Гибсон, опять же, работал против Делавидовы, маленького игрока. Естественно, команда Клевлина пошла своего малыша защищать. Вот такой странный эпизод. Естественно, Гибсону вручили, соответственно, за вот это удаление. Чуть позже, 3 очка, всего 8 очков разница. До конца 3 минуты можно еще вернуться, и Буллс пытается это сделать. Джейми Баттлер попадает в важные 3 очков. У него сегодня шикарный матч, 29 очков. А вот у Деррика Роуза огромное количество промахов. Он набрал всего лишь 16, совершив 24 броска в этом матче. Он смазал 17 бросков. Все равно Чикаго получает возможность для камбэка, минимальную возможность. Ей нужно пользоваться, Роуз. Тут была пробежка, многие посчитали. Баттлер попался для пробежки 3-очковой. Разница всего 2 очка. До конца 1 минута. Ирвинг мимо на подборе. Деррика Роуз, он разгоняется, готовится сравнять счет. И Леброн Джеймс тут включается в работу. Очередной фантастический момент в исполнении короля. Он делает все, что нужно, чтобы команда победила. Ему не хочется проигрывать серию Чикаго. На атаку 19 секунд дальше у команды Чикаго. Джимми Баттлер сразу же при получении свободная трешка мимо. Решение спорное, говорит Чонс и Биллапс. То есть трешка с отклонением из угла до конца. Опять же, атаки 19 секунд. Можно было придумать что-то и получше. Хотя да, у Джимми Баттлера сегодняшний матч ушло. В этом ему не откажешь. 106-101. Кэвалерс выиграли два подряд. Ведут в серии следующий матч в городе Ветров, где Буллс попытаются свой сезон продлить до седьмой баталии. Джеймс, 38 очков, 12 подбором, 6 передач, 0 потерь, 3 блокшота. У Тима Мозгова сегодня всего 23 минуты на паркете. Он сегодня смазал все 7 бросков по кольцу. И так же, как сказать, как что-либопытно, как и Леброн имел отрицательную полезность. Минус 2 очка у Тима, минус 4 у Леброна. Но Джеймс команду привел к победе. And we had a crack at it. We just didn't execute right. And we had a couple of chances to tie it. And we just didn't knock the shot down. We got one more game. So it's not the end. And we're not quitting. I really just tried to release my foot from him. As soon as I got up off the ground, I just feel somebody tugging on my leg. And I look down. He's locking my leg. I just pulled my leg back. And it made me look like I kicked him. Мы знаем, что это будет какие-то игры, где это будет физическое. И для меня, мой месседжер к моим ребятам – это просто играть в баскетбол. Мы будем защитить себя, конечно же. Ты знаешь, JR, WT, они все пришли в Айда Делли. Для нас мы просто хотим играть в баскетбол, и это все, что важно для нас. И мы будем защитить наших братьев, конечно же. После окончания матча Тадж Гибсон отметил, что просто пытался, опять же, свою ногу вытащить из ног Мэтью Делавидову. Показалось всем, что он как будто бы там с ним что-то жесткое придумал. И, соответственно, Леброн Джеймс говорит, что да, мы показываем сопернику, что мы не собираемся, опять же, быть мальчиками для битья, но, с другой стороны, нас интересует только баскетбол. Мы готовы играть только в баскетбол. Никаких конфликтов, никаких таких вот моментов спорных, опять же. Мы только пытаемся стоять за себя. Больше ничего. Кайри Ирвин пришел сегодня. Он, конечно же, с ногами. Чанси Беллобс говорит, что для Кэвалиерс очень важно, что сегодня был достаточно здоров Кайри Ирвин, который сумел отбегать 39 минут со своим больным правым голеностопом, который набрал 25 очков, совершив всего лишь только 7 промахов. Он был очень достоин и дал своей команде необходимую вторую опцию в нападении. На Джеймса сегодня была, естественно, адская нагрузка, но Ирвин сыграл потрясающе. Чанси Беллобс говорит, что Чикаго Болл сегодня получили важный урок. Они, естественно, не могут опекать одного только Либрона Джеймса. Да, может быть, недостаточно здоров Кайри Ирвин, но сейчас он показывает, каким большим человеком является, и даже со больной ногой он способен давать команде очень высокий результат. Пау Газоль отметил, что если он сможет хоть 50% дать своей команде в следующий матч, он обязательно будет играть, пока он даже не дает даже и близко, вот не готов давать своей команде хоть какую-то помощь, и это большая проблема для Булл, с которой проиграли, соответственно, два последних матча без него. Чанты Беллобс говорит, что имеет Пау Газоль очень большое значение для нападений Чикаго Буллс, что он очень важная опция, он может быть первым игроком команды, он может набрать, опять же, столько, сколько вы дадите ему набрать, и, соответственно, он может набирать очки разными способами. Он очень важен для команды, и даже если он может дать 50%, Буллс этим будут рады воспользоваться. Чанты Беллобс говорит, что да, независимо от того, будет ли играть Пау Газоль или нет в следующем матче, я вижу, что эта серия затянется до себе баталии. Я вижу, что Буллс очень недалеки от своих соперников, что у них есть большой запас для прогресса, и что они должны возвращаться еще на один матч в Кливленд. После паузы про команды, которые имеют первые номера посева, и которые пока смотрятся не идеально. Атланты и Голден Стейт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дー Субтитры делал DimaTorzok Удивительная, конечно, история. Впервые в истории четыре команды в полуфиналах конференции, которые посеяны ниже, ввели 2-1 в сериях против фаворитов. Ну и, соответственно, фавориты сравнивают, ну почти все. Кроме Рокетс. Рокетс не сравняли. Уизардс и Хокс 2-2, Гризлис и Уорриорс 2-2. Эти серии продолжатся. Матч под номером пять. Вашингтон и Атланты ближайшие ночью в пять часов. В три часа, прошу прощения, по московскому времени. В три часа по Москве прямой эфир. Как ожидалось, Нью-Орлианс Пеликанс расстались со своим наставником Монти Уильямсом, который сумел вырастить эту команду, и теперь какому-то специалисту с большими перспективами, с перспективами построения чемпионской команды, нужно будет дальше работать с Энтони Дэвисом. К сожалению для Монти Уильямса, говорит Чонси Билловс, он не сумел показать всего того, на что он был способен, по одной простой причине. Опять же, он может быть не является специалистом самого высокого уровня, но он не так плох, как вот здесь вот мы видим по проценту побед. Ему не повезло, его команды на постоянной основе травмировались, в том числе и в этом чемпионате. Здоровых игроков у команды было по минимуму, здоров был только Энтони Дэвис. После паузы про Эва Лонгорию, бывшую жену Тони Паркера. Бегер спурс фан, so first things first, how did you survive that спурс-клипперс series? О, я знаю, I know, I actually went to one of the games, and it was heartbreaking. Я уверен. It's heartbreaking, because I, you know, my whole family, we've been спурс fans for many, many generations, and so I always want them to get back-to-back, and I'm like, back-to-back, back-to-back, and I'm going to see you later. Any non-спur that you could have on San Antonio, who would it be? Oh, you mean right now? Yeah. Oh, God, probably Blake. You know, Kobe. What do you like so much about Blake Griffin's game? He's just like a unicorn, I think. Like, he's magical. I don't even know how his body moves like that. And how high it gets, and I mean, he's pretty amazing to watch. He's dynamic, and you just go, wow. I like watching him play, I'm going, wow. You like Tim Duncan, but have you ever given him fashion advice to see that dad jeans on point? No, I haven't. Maybe you should. Just saying, maybe you should. Okay, so. I want to give Bruce Bellamy some fans. I think Bruce Bellamy's will lose the bow tie. Bruce, do one on-air appearance with, like, a normal tie. And I bet you women will be like, oh, my God, breaks Twitter. So we've learned a couple of things. You're paying for the Clippers. Bruce lose the bow tie. Yeah. And Blanks is a unicorn. Yeah. And people, she is as beautiful in person. Just watching you know that. And a sweetheart. All right, the playoffs are back on this 13-9. Данил Брц, что Ева Лангория остается большой фанаткой San Antonio Spurts. И что она все равно со многими игроками поддерживает хорошие отношения. И назвала она единорогом, главным человеком сейчас, самым уникальным. Это Блейк Гриффин. Самый интересный момент из-за прошедшие несколько дней. Вот что сегодня было веселого. Миротич попал очень издалека, дал своей команде минус 9 под завершение третьей четверти. Красивая получилась результативная передача от Тристона Томпсона для Деррика Роуза. Роуз потерял мяч, и от плеча Томпсона мяч влетел обратно в руки Деррика Роуза, и тот отправил его в цель. Хорошие получились два очка в проходе. Ближайшую ночь, друзья, не пропустите, Вашингтон Атланта, матч номер 5 в 3 часа по московскому времени. Большой матч. Сея!